Разбавителя Тонированный холст. На тонированном всегда удобнее работать. Редко, когда тонированный категорически не нужен. Обычно на этюдного рода работают. Эскизного, этюдного. А так всегда хороши. Белила. Синила. Это королевская голубая. Мы перебрались из нашей привычной мастерской, потому что там уже прохладно. А здесь прямо в доме. За пределами дома надо было постоянно одеваться, идти. Итак, вот закладываю, закладываю, закладываю синенький цветик. И ему навстречу выйдет цвет света. Разбил кадмия красного Который По сути своей несколько оранжевит Вышел с этой стороны Поскольку все пространство неба будет в ветках, листиках, то, в принципе, там сильно заморачиваться с укладкой неба не обязательно. И еще больше оранжевости можно плюс охра И идея света выражена Источник света бьет отсюда Проходит, естественно, по макушкам Может быть, чуть-чуть синячки и сюда наверх Дальний план Это будут деревья, отраженные в воде И дальний план у нас будет в дымке Осенней такой дымке Ультрамарин Королевская голубая Ну, можно одним ультрамарином решить вопросы Вопросы синьки Дымка Дальняя дымка Дальняя дымка Макушки по-прежнему краснят Кадмий красный Плюс охра Сюда даже добавлю небесно-голубую Чтобы разнообразие было Не только синенькие, но и И другие оттенки Голубоватые Синий и голубой Это разные оттенки Так что имейте в виду Розовый добавлю Охру добавлю И все это отражается Дальняя дымка по косой движется линия ухода этой плоскости к воде и вот фрагменты воды отражающие небо береговая линия пошла чуть вот туда, вглубь, вглубь поэтому здесь уменьшилась высота отражения я думаю что в этот момент ультрамарин бирюзовая изумрудная разберенный розовый охра изумрудная карми красный сининка дала эффект тени почему тень синит? потому что небо отражается в теневой а солнце высвечивает оранжевым светом здесь это очень хорошо различимо оранжевым светом цветовую карми красный желтая вот этот освещенный лиственный ковер и наконец разбил охры освещенный травяной ковер можно чуть-чуть добавить бирюзовенькой для зелененькости лор ковер для лор Рыжее дерево. Немножко красноты, то есть солнечный свет здесь пробивая сквозь краснет. И у основания куста тоже слегка краснёт. Тень. От куста на плоскости лежит тень. Синий, розовый, то есть ультрамарин с розовым. Забрасываем тень. И поднимаем какие-то сгустки веток, стволов этого куста. Забрасываем тень. Синий, розовый, то есть ультрамарин с розовым. Прошу любить и жаловать. Кому захочется, тут можно и человечка посадить, поставить, и семью посадить. То есть с мечами играющими, всё что угодно. А кому интересно, можно тут арку какую-нибудь сделать. Не обязательно тот домик. Вообще совсем другую какую-то идею. Где-то подсмотреть арочку, ставить с отражением чуть-чуть. Так что птичек можно понатыкать. Вороны какие-нибудь тут могли бы дрыгаться. Вот. Всё.